Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит прямую трансляцию на нашем сайте ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы «Советские партизаны в годы Великой Отечественной войны». У нас в гостях известные российские военные историки Дмитрий Жуков. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. И Иван Ковтун. Иван, я рад вас снова здесь приветствовать. Здравствуйте. Вот по-всякому я старался уйти от темы партизаны, но, по всей видимости, не говорить о ней нельзя. Хотя вот еще не так давно, казалось бы, лет 20 назад, все, в общем, было просто и понятно. Была точка зрения, что началась война, появились народные неуловимые мстители, которые были хорошие. И все, в общем, было просто и понятно. И социум рос на картинах, посвященных подвигам отрядов Ковпака. И не было никакой иной точки зрения. Прошли год. Теперь в ряде исторических работ фигурирует диаметрально иная точка зрения, что на самом деле партизаны были плохие, навешали, уничтожали мирное население. Договорились даже до того, что сколько там, 5 килограммов мяса была нормой, или 50 на одного партизана в день. Поэтому очевидно, что это тема для теории заблуждений. Давайте начнем, наверное, с тезиса, который озвучил небезызвестный Владимир Богданович Резун, более популярный под именем Виктора Суорова. Партизаны, они появились непосредственно после начала Великой Отечественной войны, или все-таки их действительно готовили чуть ли там не с 20-х годов? Да, действительно была подготовка с учетом опыта Первой мировой войны, партизанского движения в годы Гражданской войны. Все эти кадры были взяты на учет после уже установления советской власти. И в дальнейшем они проходили подготовку, существовали школы. Все это делалось под эгидой и ОГПУ, и армейцы тут участвовали. В частности, Фрунзе был теоретиком Малой войны. Делались заблаговременно склады. В некоторых территориях Украины, Бессарабии, Молдавии были заложены сотни тонн продовольствия. То есть, больше, чем партизаны в течение уже Великой Отечественной войны получили. Но все это сошло на нет в 30-е годы. По понятным причинам, во-первых, действительно в Советском Союзе господствовала теория о том, что война не может вестись на собственной территории, что война будет вестись малой кровью на территории врага, зачем нам партизаны? Кроме того, можно допустить и такую мысль, что Сталин, будучи параноиком, либо по каким-то другим причинам, манительным человеком, мог допустить такую мысль, что вот эта вот система подготовки партизан, кадры партизан будут использованы против него. Соответственно, подавляющее большинство партизанских кадров было репрессировано вот в период с середины до конца 30-х годов. Значит, выжили там буквально несколько десятков человек. Некоторые из них прошли гражданскую войну в Испании. Вот, может, благодаря этому это и Вову Пшасов, и Спрогис, известные фамилии, будущие прославленные деятели партизанского движения, они, собственно говоря, уже когда началась Великая Отечественная война, и начали налаживать заново эту систему подготовки. Но до войны она была ликвидирована. Когда впервые прозвучала мысль, ну, наверное, все-таки это на уровне руководства страны, о том, что необходимо начинать широкомасштабную партизанскую войну. Значит, в первые же дни после немецкого вторжения, это, значит, буквально через, если я не ошибаюсь, неделю, вышла директива, совместная директива СНК и ВКПБ о партизанским и советским партийным органам, о партийным и советским органам на прифронтовой территории, значит, которая требовала, ну, если говорить кратко, гори все ярким пламенем. Значит, тактика выжженной земли, чтобы земля горела под ногами фашистских оккупантов, значит, от населения требовалось уничтожать мосты, склады, значит, ликвидировать коммуникации, ну, то есть, грубо говоря, если бы эта директива была выполнена, пострадало бы само, скорее всего, местное население. В принципе, там уже и пошла эта борьба. Первый бой, официально зарегистрированный, партизанский, партизан советских, относится к 28 июня 1941 года. Произошел он в районе Полесье. Отряд, кстати, сформированный коржом, а это бывший как раз участник войны в Испании, чудом нерепрессированный, оставшийся в живых, возглавил группу преданных себе людей, и они совершили налет на немецкую колонну, которая оказалась удачной. Вот эти первые партизанские отряды, кто в них входил? Потому что раньше было вроде как понятно, это народные мстители и, наверное, солдаты, которые выходили из окружения. Последнее время я обратил внимание, что вектор диаметрально поменялся, уже не стало ни народных мстителей, не стало ни каких-то несчастных окруженцев, а это сплошь спецподразделение тогда уже народного комиссариата внутренних дел. Ну, надо сказать сразу же, что действительно во главе партизанского движения с первых дней войны был действительно Лаврентий Павлович Берия, возглавляемый им ведомство. Это дело было поручено ему и его четвертому управлению во главе с Судоплатовым. Значит, была создана особая группа, потом войска особой группы, Амсбон известный. Значит, тут именно, как бы, чекисты все это дело в самом начале войны и возглавили. То есть, безусловно, нельзя говорить о стихийном движении с первых дней войны, этого не было, объективно говоря. Значит, окруженцы могли вести какие-то, наносить какие-то удары, но, скажем так, это, собственно, с партизанским движением, о котором мы привыкли слышать, да, на протяжении десятков лет, там это, конечно, не имеет никакого отношения. Ну, они еще к тому же оказались малоэффективными, потому что немцы фактически сразу же подавили все эти тенденции. Да зачастую они даже и не создавали ничего, у них цель была просто выжить, скрыться, как бы выжить, кто не хотел сдаваться в плен. На территории Белоруссии как раз подавили все первые вот такие очаги партизанского, можно, если так сказать, повстанческого движения немцы. Это во время операции «Припятские болота», которая проводилась 28 июня до начала сентября 1941 года. Вообще за первый год войны, так сказать, чудовищная совершенно статистика в плане вот этого вот партизанского движения, его разгрома, то есть на Украине там 10%, примерно 10% уцелело из того, что вот, так сказать, за этот первый год войны действовало. Но это были, опять же, не стихийно, это были заброшенные отряды. А как, прошу прощения, а как Москва вообще узнавала о том, что в тылу врага действуют партизанские отряды? Сами вот эти партизаны, они старались каким-то образом наладить связь с Большой Землей? Или они были по аналогии с гражданской войной в неком таком автономном плавании? А куда, собственно, и появился потом термин-то этот знаменитый, партизанщина? Ну, термин раньше появился. Нет, по-разному было. Ведь партизаны далеко не все были коммунистическими, скажем так. Были и зеленые, их было очень много, которые независимые, так сказать. Они против всех тогда, получается, не являлись? Ну, получается, да. Получается, ну, за себя. Цель была выжить. Население на первом этапе войны, ну, скажем, вот до конца 41-го года, как относилось к появившемуся партизанскому движению? В основном резко негативно. Причем это касается не только, значит, территорий, недавно присоединенных к Советскому Союзу, то есть Прибалтика, ну, там партизанского движения, собственно, вообще не было. То есть оно было, но это не коммунистические партизаны, а это лесные братья. Это уже другая совершенно тема. То же самое, значит, западная Украина, западная Беларусь. Значит, ну, даже в центральных областях России или в южных областях России там население как-то так с таким недоверием, значит, отнеслось и требования вот этих вот, ну, указанных директивов, соответствующих документов выполнялись, ну, скажем так, очень по-разному. Ну, известен случай, когда на территории одного из районов Курской области, значит, по директиве был создан партизанский отряд, значит, создана база, значит, актив партизанский ушел в леса, ну, через некоторое время пришли колхозники окрестных деревень, просто поставили ультиматум. Если вы не разойдетесь по домам, мы вас выдадим немцам. Такие случаи были. А и чем закончилась эта трагичная история? Ну, зашлись. Репрессий не было потом против них? Ну, это было самое начало войны, это самое начало войны, поэтому там чуть-чуть была другая обстановка, чем уже потом, когда действительно уже и стихийный характер начал проявляться, но это уже не первый год, это уже где-то вот 42-й год. Вот если говорить про 41-й год, основные цели тогда партизанского движения, это, как я понимаю, выжженная земля после наступления немцев? Формально, как это требовали документы, да. Это соблюдалось на практике? Если бы это соблюдалось, тогда ничего хорошего из этого бы не вышло, потому что, ну, кто бы пострадал? Немцы могли подтянуть, значит, продовольствие, боеприпасы и все прочее, могли наладить эту систему, но местное население, у них не было цели кормить. То есть, если партизаны уничтожили бы досконально все склады с продовольствием, так сказать, все запасы, они оказались бы просто непонятными, просто вымерли бы. С другой стороны, есть случаи, когда действительно уничтожались эти склады. Нет, были, конечно, такие случаи были. Например, в Полоцке, в Белоруссии, под Полоцком находились очень огромные склады с продовольствием, по-моему, даже там и вооружение находилось. Все это взлетело на воздух, буквально при подходе танковых войск немецких. Немцы даже не входили в сам город, потому что он был весь охвачен огнем. Они просто через него проследовали и пошли дальше на Смоленск. Вот эти первые советские партизаны Великой Отечественной войны. Вот заканчивается 1941 год. Наступает, как принято говорить в историографии, некая попытка перелома. Немцы получают первое серьезное поражение в боях под Москвой. Как-нибудь это сказалось на деятельности партизанских отрядов? Ну, в общем, конечно. Ну, кроме психологического положительного охлаждения. Психологический фактор тут играл вообще решающую роль. Значит, ведь до ноября, до декабря 1941 года, чего уж греха таить, и советское руководство, видимо, недалеко держало мысль о том, что советскому строю конец. А что уж говорить про рядовых, про простых жителей, в том числе и партизан, пусть даже истинно верующих, так сказать, в торжество идей коммунизма. И первые победы, ну, реальные победы, контрнаступление под Москвой сыграло в этом смысле решающую роль. И партизанское движение обрело, наконец, ну, вот ту моральную силу, которая позволила уже дальше разворачиваться на оккупированной территории. Хотя еще на тот момент партизанское движение, если в целом говорить, оно еще не обрело ту силу и мощь, которые будут видны впоследствии, которые будут самым пагубным образом оказаться на деятельность оккупационных органов немецких. Вот известие о том, что несокрушимые войска вермахта потерпели достаточно тяжелое поражение под Москвой, как передавалось партизанским отрядам? Они что, слушали радио? Или была организована доставка газеты листов? Потому что вот этот момент как-то не освещен до сих пор нормально. Нет, ну, почему? Достаточно известно. Во-первых, партизаны старались поддерживать связь с подпольщиками. Ну, основная задача подполья, это было как раз распространение сводок информбюро. Одна из основных, точнее, задач, помимо совершения диверсий. Значит, забрасывались и листовки, и советские газеты за линию фронта. Наконец, во многих партизанских соединениях, формированиях со временем был налажен выпуск собственной печатной продукции периодических изданий и листовок. А где добывались типографские станки, краска, ветер? Значит, это изначально предполагалось при формировании партизанских отрядов. То есть, уже с 1941 года кто сумел сохранить... Ну, обычно использовалась база районных газет, просто вывозились шрифты, гард, значит, станки и все прочее. Ну, иногда не успевали, значит, уже в ходе оккупации предпринимались какие-то действия для того, чтобы добыть соответствующие материалы, в общем, налаживали производство. Среди населения эта печатная продукция, назовем это так, пользовалась успехом? Смотря какой период. Да, смотря какой период. Давайте начнем, например, зима 1941 года. Зима 1941, ну, я думаю, что вообще тогда, значит, минимально, значит, вот эта вот продукция была вот именно партизанами налажена. Единственное, что вот через фронт перекидывали, да, сбрасывали листовки. Ну, в общем, надо учитывать, что население находилось в определенном вакууме информационном, поэтому любая информация, от кого бы она ни исходила, то есть, с удовольствием потреблялась, значит, ну и дальше начинались уже базарные слухи там или что-то еще. То есть, одновременно успехом пользовалась и оккупационная печать листовки, и, как бы, советские средства массовой информации листовки также. Но если мы уже вот заговорили про печатную продукцию, нельзя не посмотреть и с другой стороны. Вот немцы, когда боролись с партизанами, они раскидывали вот эти вот знаменитые листовки, некие такие приглашения в плен, пропуска на двоих? Или понимали, что партизан – это совершенно отдельная каста, с которой это просто не сработает? На партизан листовки, значит, чуть-чуть попозже появились, естественно. То есть, листовок, непосредственно адресованных партизанам, ну, в 41-м году я не помню вообще ни одной. Хотя вообще общие тиражи там были миллионные, множество наименований, но, по-моему, в 41-м году вообще не было. Там сам вектор немецкой пропаганды, в 41-м году он был несколько другой. Адресован местному населению, чтобы оно не поддерживало партизан. То есть, ну, партизаны однозначно воспринимались как инсургенты, которых нужно ликвидировать. Или в лучшем случае, значит, ну, говорили местным жителям, чтобы убеждать своих родственников возвращаться из леса. То есть, ну, а потом уже с 42-го года появились листовки пропаганды, направленные в том числе и на партизан. Как снабжались партизаны, в том числе и стрелковым оружием? Потому что если мы обратимся к наследию советского кинематографа, то там ведь кто во что гораст, кто с немецким бегает, кто, значит, с нашим. Теперь заговорили о том, что все это доставлялось по воздуху непосредственно из Москвы, не было никакого немецкого, а было исключительно советское оружие. Так на самом-то деле, что там происходило? Ну, поначалу, значит, использовалось оружие, которое в основном было оставлено отступающей Красной Армии. Вообще использовалось. То есть, партизаны, самые первые партизаны, их специально не вооружали. Просто не было возможности для этого. Темпы наступления были велики. Значит, использовалось советское оружие, а потом уже, значит, и трофейное. А в последующем, когда уже появились партизанские зоны, тогда опять пошло советское? Да, но при этом были же еще диверсионные группы, которые засылались. Ну, вот НКВД их готовил. Их, конечно, вооружали уже в Советском ТУ. По поводу подготовки диверсионных групп. А командиров партизанских отрядов, в частности, как готовили в Москве? Именно групп? Ну, давайте начнем с диверсионных групп. Диверсионные группы, да, просто нужно различать. Потому что, ну, тут уже не идет речь ни о какой стихийности. То есть, это временно штат. Да, да, да. Профессионалы. Ну, профессионалы как бы условно. Потому что на подготовку было очень мало времени. То есть, от одной недели, вот в критический период битвы под Москвой. То есть, там, по-моему, неделя вообще была. Значит, потом сроки были увеличены. Ну, от одной до нескольких недель, условно говоря. Значит, самые-самые азы. Мина подрывного дела, там, какие-то азы, значит, военных, военной дисциплины. Ну, самый-самый минимум. И, значит, заброска, массовая заброска. Ну, в большинстве случаев это были смертники. Вот речь идет о тех, кто забрасывался вот в 1941 год. Потом, конечно, сроки были увеличены. Уже появились профессионалы. И уже, значит, эта система подготовки была более-менее отлажена. Что касается командиров, которые действовали вот уже на оккупированной территории. Ну, их никто в тыл не вывозил на переподготовку. Там такого не было. Такого не было. Ну, может быть, были такие случаи. Иногда во главе партизанских отрядов становились бывшие командиры Красной Армии. Допустим, на территории оккупированной Белоруссии был такой 208-й партизанский отряд. Восглавлял его полковник Нечипорович. Отряд назывался номер 208. 208 по номеру части, которая была разбита еще в боях на советской границе. И вот эти люди влились в отряд Нечипоровича, который воевал достаточно успешно на территории Клического района. Отряд прошел всю войну или в какой-то момент... Он потом был влит в партизанскую бригаду. Дальше там, когда пошел процесс объединения разрозненных партизанских формирований в более крупные. Но это уже следующий период. Это не 41-й год. И даже это только в 42-м году весной появилась первая партизанская бригада на территории Белоруссии. И дальше пошло укропнение этих формирований. Ну, чтобы так сказать, закрыть уже вот этот временной промежуток. Конец 41-го, начало 42-го года. Партизанское движение было отмечено ставкой Верховного Главнокомандования, подводя итоги битвы за Москву? Или прошло все мимо них? Ну, почему же? Были в одном из приказов, в одном из приказов, которые Ворошилов подписал, отмечались действия партизан, которые доставляли оперативную информацию. Ведь партизаны выполняли очень важную функцию. Они собирали развединформацию о немецких соединениях, которые двигались к фронту, что позволило ставке Верховного Главнокомандования разработать и успешно провести контрнаступление под Москвой. Это сыграло свою роль. В дальнейшем партизанская разведка сыграла еще более значительную роль, когда стали доставляться данные оперативного характера, то есть, которые позволили раскрывать замыслы германского командования на Восточном фронте. Ну, а плюс надо не забывать про тех же упомянутых диверсантов, которые массово забрасывались. Значит, многие из них вошли в легенды. Зоя Космодемьянская. Ну, эта тема совсем другая программа. Вообще наши диверсанты в целом и Зоя Космодемьянская в частности. Наступил 42-й год. Насколько поменялись цели партизанских отрядов по сравнению с начальным военным периодом? Ну, если вообще об этом позволительно, конечно, говорить. Позволительно. Самое ключевое вообще отличие, хотя это не озвучивалось никогда, то, что если поначалу от партизан требовали использовать тактику выжженной земли, чтобы земля горела под ногами фашистских оккупантов, как утверждалось в уже упомянутой директиве, то, значит, где-то с 42-го года и дальше задачей партизан, которая, опять же, нигде специально не фиксировалась в открытых источниках, было то, чтобы возбудить население в населении ненависть к оккупантам. Ведь не секрет, что, значит, многие местные жители либо заняли пассивную позицию, либо просто лояльную позицию по отношению к оккупантам. Это не только в Прибалтике было, но и в центральных, и особенно в южных регионах России, оккупированной России. Поэтому, значит, такая задача, она безусловно была. Вот это главное различие. Социум обожает верить в легенды. Так исторически сложилось и случилось. И не секрет, что основа знаний в общем обществе о Второй мировой войне – это многочисленные телефильмы, из которых следует, что партизаны огромное количество времени тратили на борьбу с немецкими наемниками из числа бывших советских граждан, теперь это принято называть коллаборационистами, и имели действительно большие успехи на этой ниве. Последние годы ряд исследователей заговорил о том, что на самом деле никаких особых успехов не было, и партизаны вообще старательно избегали боестолкновений именно с бывшими советскими гражданами. Если в реальности посмотреть, как на самом деле происходила вся эта история? – Да, действительно, тут масса мифов. Нельзя тут сказать о том, что было так или иначе. То есть нужно рассматривать все конкретно. Но одним из самых распространенных таких вот заблуждений, которые просто впечатаны в историю, официальную историю, это являются партизанские края, так называемые. Ведь что, по сути дела, из себя представляли партизанские края? Значит, представители их, руководители их докладывали в центр, в Москву, либо в региональный центр партизанского движения, что территория очищена от немецких войск, восстановлена советская власть. Значит, ну, поскольку мы достаточно подробно исследовали, значит, Орловский регион, Орловщину, Брянщину, можно привести пример с Емлютиным, который возглавлял партизанское движение на Орловщине. Он постоянно, значит, бодро рапортовал наверх, что, значит, в таком-то районе советская власть установлена, создана партизанская, сказать, республика. Ну, так, условно. – Да, до смешного. – Пожалуйста, Суземка. – До смешного доходило. В документах проходят названия районов, которые не контролируются абсолютно даже партизанами, потому что там немецкие органы находятся, крупные воинские части стоят. – Нет, значит, там даже до такого доходило. – Нет, бывало так, что немецких войск там вообще действительно не было. Ну, максимум там были венгерские части. Но зато там были, ну, коллаборационисты, которые вполне контролировали ситуацию в этом районе и покоя партизанам не давали. Ну, ту же Суземку я упомянул, там как ситуация разворачивалась. Ну, немцев там не было, ну, не хватало войск тыловых. Значит, зато там стояли венгры, зато потом Суземка была присоединена к Локтскому автономному округу. И, кроме того, партизанам постоянно, значит, не давали покоя, значит, украинские полицейские силы, которые из соседней Украины периодически совершали рейды. То есть, ну, получается миф. А Москва вообще могла каким-то образом проследить правдивость этих многочисленных отчетов партизанских соединений о том, где установлена советская власть, да, где, как бы, это очковтирательство традиционное? Очень, да, это наша классическая, так сказать, болезнь такая. Верили на слово, догадывались, что врут, но в газетах-то что публиковали? Эти же сводки, это же не только по партизанам. Почему не бьют, так сказать, советские данные, немецкие данные? Обычно принято считать, что немцы врут, ну, как бы, есть документ, вот я видел, где рукой Собурова, ну, черновик, донесение в центр, рукой Собурова исправлено число убитых немцев, там была там цифра, там, 50, условно говоря, он там, 110, там. Ну, вот, это повсеместная практика, обычное дело. Говоря о советских партизанах и о коллаборационистах, там действительно шла вот такая тотальная война на уничтожение, пленных не брать, расстреливали на месте, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Смотря где, а потом, нет, смотря какой период, потому что ведь были же заинтересованы, и та, и другая сторона в том, чтобы привлечь противника на свою сторону. Ну, здесь такая тактика была. Здесь тактика была двойственная. С одной стороны, вот до середины 42-го года, до осени, беспощадно уничтожались вообще предатели. Потом, осенью 42-го года вышло указание Ворошилова и начальника центрального штаба партизанского движения Пономаренко о том, чтобы агитировать этих предателей, разлагать их формирование и пытаться, чтобы они перешли на сторону партизан. Эта директива пошла. Вот тогда немножко волна вот этого террора в отношении полиции, старост, бургомистров, она немножко пошла на спад. Но она никогда не иссякала. Всегда расправа следовала очень жестокая. Партизанские суды, партизанское правосудие было жестоким. Где это было возможно. А это далеко не везде было возможно. Ну, это действительно имело такой вот перманентный характер? Или все-таки циклично? Потому что если вот почитать определенных историков, то такое ощущение, что теракты против полицаев, бургомистров, всех прочих, они не прекращались ни на секунду. А один сплошной вынесенный смертный приговор? Да нет, конечно. Ну, тот же Юг России. Ну, не было там партизанского движения. Подполье действовало крайне не активно. Это Ростов-Кубань, да? Да. Все деятельность подполья заключалась в слушании советского радио и распространении свода к информбюро. В основном. Хотя и там были случаи, когда старост убивали. Ну, где это было возможно? Где не стояли полицейские формирования? То есть, где, так сказать, не воспоследовали бы какие-то сразу ответные действия? Вот. Одним из ярчайших проявлений доблести советских партизан всегда считалось умением взорвать железнодорожное полотно, пустить под откос эшелоны, а лучше всего уничтожить мост какой-нибудь. Действительно, потери противника вот на этом направлении борьбы были столь существенны, как если ты вот посмотришь историю Великой Отечественной войны, изданную там в 60-х годах. Тут надо сказать вот о чем. Первоначально, когда началось партизанское движение на оккупированной территории СССР, у партизан фактически не было возможности отправлять эти составы под откос, за исключением только диверсионных групп, которые имели эту взрывчатку. Чаще всего партизаны механическим путем пытались просто повреждать вот эти магистральные пути, по которым двигались эшелоны. Значительно дело изменилось в 1942 году, когда на центральных магистралях, по которым шли перевозки немецких войск, появились отряды НКГБ, вооруженные минами замедленного действия, там с неизвлекаемыми взрывателями. Они были профессионалами, там отдельные специалисты пускали по 20, по 17 эшелонов под откос. Но это были профессионалы. Что касается простых рядовых партизан, то, разумеется, тут нельзя сказать о том, что там какое-то повальное такое, как бы тоже люди достигали примерно такого же результата. Хотя были и самородки, вот допустим, в той же Орловской области в партизанском отряде смерть немецким оккупантам был такой... Это название, да? Да, 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 да. Товарищ Ижукин, так называемый, он получил после войны звание Героя Советского Союза именно за то, что занимался как раз спуском немецких эшелонов под откос. Ну, это что, у него искра божья была, или он до этого где-то получил какие-то базовые навыки? Были, вот встречались люди, встречались люди достаточно толковые, а некоторые из них имели техническое образование. Инженеры, там, допустим, бывшие с завода, то есть они быстро достаточно включались в эту диверсионную деятельность, причем подходили к этому даже очень творчески. Сами создавали мины всевозможные, то, что даже немецкая охрана не могла, которая охраняла железные дороги, не могла их разыскать, отыскать в волне. То есть это правда, да, что, в принципе, в кустарных условиях создавалась взрывчатка? Потому что я читал вот не столь давно интервью последнего командира УПА Василь Кук, который сказал, что дайте мне, в принципе, вот сейчас принесите необходимые ингредиенты, я вам здесь на кухне это соберу. Ну да, выплавлялись из тех же самых снарядов, толка выплавлялся, есть же такой способ. Помимо этого оставалось же очень много оружия после Красной Армии на полях сражения, там и гранаты, и снаряды, их тоже, это все шло в ход, все абсолютно, все использовалось. Это потом уже, в 43-м году, когда была налажена связь с большой землей, самолеты приземлялись, так сказать, в тех местах, где партизаны разводили костры, там привозилась изрывчатка уже, там именно, там тол, динамит, там в огромных количествах, в основном тол, конечно. Шашки. И это все распределялось по различным партизанским формированиям, и группы расходились в различных районах. Иногда там на 100 километров люди уходили, на 70, на 80, к основным магистралям, и там совершали диверсии. В Третьем Рейхе же был учрежден даже специальный знак за борьбу с партизанами. Насколько вообще успешно немцам удавалось противостоять народным мстителям? В плане боевых действий? Ну, начнем с боевых действий. Тут надо сказать вот о чем. Фактически немцы стали бороться с партизанами с первых дней оккупации. Здесь уже в начале программы мы говорили об операции Припятские болота. Но это на самом деле на тот момент еще не были операции того плана, о которых обычно принято говорить в данном случае. Это был тотальный просто сквозной прочес этого региона, и в основном жертвы во время этой операции были из гражданского населения, в основном евреи. Там очень активно действовала первая кавалерийская бригада СС, которая уничтожила порядка 14 тысяч человек, в основном еврейского населения. Хотя были там части окруженцев, около где-то 700-800 человек, насколько документы известны этой бригады. Там просто подавались отчеты, ежедневные отчеты Гиммлеру о том, как производятся эти зачистки районов. В дальнейшем, когда оккупационные органы, особенно военные, столкнулись... За 41-й год вообще статистика такая. По Украине из засланных за линию фронта партизанских полков, отрядов и групп к лету 42-го года уцелело примерно 10%. Вот, эффективно. В Белоруссии там ситуация чуть другая, но цифры примерно... Ну и такая же ситуация была и в Ленинградской области. Хотя там дела обстояли гораздо лучше, чем, допустим, в той же Белоруссии или на юге России. Но так или иначе, немцы в скором времени все равно пришли к выводу, что необходимо проведение блокад партизанских районов для уничтожения вот этих, сказать, бандитских гнезд, как вообще очень часто отмечается в документах. И вот такие активные действия крупномасштабные начинаются приблизительно с лета 42-го года. На Орловщине, пожалуйста, это операция «Зелёный дятел», которая проводится охранными войсками 2-й танковой армии. В Белоруссии проводится серия крупномасштабных операций. Там Бамберг, допустим, уже в марте 42-го года она была проведена, и о ней упоминает в своём отчёте начальник толового района группы армии «Центр», генерал от инфантерии Шенкендорф. В дальнейшем, после того, когда партизанское движение ещё больше разрослось, немцы применили тактику крупномасштабных антипартизанских операций. Это к ним можно отнести. И «Цыганский барон», это и «Котбус». Ну и на последнем этапе, если так говорить, там для подавления уже тогда, можно сказать, всенародного партизанского движения использовались просто регулярные войска, авиация, артиллерия для того, чтобы погасить, подавить очаги партизанского сопротивления. Допустим, самая известная и крупномасштабная операция, которая, на наш взгляд, к сожалению, очень плохо изучена в современной российской историографии. Это весенний праздник, который проводился в тылу Третьей танковой армии. В Белоруссии. В Белоруссии в 1944 году. Партизаны там понесли совершенно ужасные потери, потому что полоскалепельская зона, вы представьте себе, в тылу Третьей танковой армии была большая заноза. То есть, там осталась единственная дорога, которую контролировали войска, по которым шел подвоз боеприпасов личного состава к фронту. И немцы уж пошли на то, что стянули порядка 60 тысяч человек для того, чтобы все-таки эту зону блокировать. И это удалось сделать. От этой зоны была ликвидирована. Потери партизан были катастрофические. Ну, допустим, даже известная первая антифашистская бригада Гилья Родионова фактически там полностью полегла. Это бывшая дружина. Это бывшая дружина, да. Первая русская бригада СС-дружина. Вот началось освобождение оккупированных немцами областей. А куда девались потом эти партизанские отряды? Их что, вливали в действующую армию, или их дальше перебрасывали опять в тыл противника? Можно как-то проследить их судьбу? Значит, вливали их в Красную армию, но, значит, очень осторожно относились. Почему? Потому что в условиях партизанской вольницы неизбежно личное падение дисциплины. Дисциплина там, естественно, была не как действующая Красная армия. Не говоря уже о партизанах, которые не совсем были подконтрольны центру. То есть были же случаи, когда присланных с большой земли чекистов, да, оперативно-чекистские группы, комиссаров просто ликвидировали и продолжали как бы действовать. Такие случаи известны. Поэтому со стороны как бы советского руководства отношение к партизанам было всегда настороженным. Подозрительным, можно так сказать. Но это все еще пометует, да, про вот эту некую манию преследования Сталина? Ну... Или это уже просто отложились события военные? Нет, тут были объективные причины, потому что, ну, действительно, ряд партизанских командиров в общем, были такие авантюрного склада люди, и они не были убежденными большевиками. Некоторые оказались и вовсе преступниками, откровенными. Пожалуйста, можно привести такой пример. Командир партизанской бригады штурмовая Борис Лунин. Бригада воевала отлично. Бились они с карателями Дерлевангера и пускали поезда под откос. Но поведение внутри этого формирования партизанского было настолько безобразным. Люди там, ну, я уж не говорю про случаи, как тогда говорили, пьянства, барахольства, оно там вполне в порядке вещей было. Там и насилие были над женщинами, и убийство, в результате чего сам Лунин после войны получил достойное наказание. Ну, просто уголовный срок, да. Слушай, а вот эти все партизанские схроны в лесах, вот после освобождения оккупированных территорий, с ними-то что делали? После освобождения? Да, ну, немцев выгнали, остались какие-то партизанские лагеря. Если осталось. Если осталось. Что с ними делали? Их потом разрывали-взрывали? Или оставляли как назидание потомкам? Да, не знаю, по-моему, не оставляли ничего. Нет, то, что касается, вы имеете в виду оружие или что? Нет, я имею в виду вот эти вот все землянки, бункера. А, землянки? Да нет, они там просто оставались в лесах, и все их никто не трогал. Да, ну, а кому они нужны? Нет, я просто смотрю, что на территории Украины они там как грибы после дождя появляются, так они и в Подмосковье есть, до сих пор сохранились. Нет, ну, в Подбрянском, там же этот мемориал даже создали, партизанская поляна. Да, в 60-х, да? Ну, это уже позднее, мы как бы оформили, да. Вот, ну, на Украине там они используются уже другими партизанами. Вторая мировая война близилась к завершению. Территория Советского Союза полностью была освобождена. Да, часть партизанских отрядов, как я понимаю, влили в Красную Армию, да, часть какая-то рейдировала, наверное, по примеру отрядов Ковпака. А были такие отряды, которые просто распускали на все четыре стороны, как демобилизация? Да, были. Пожалуйста, пример, отряд Бельских, который действовал в Барановической области, это был еврейский партизанский отряд. Им вообще очень тяжело пришлось во время оккупации. У них были достаточно непростые отношения с советским партизанским командованием, потому что, сами понимаете, антисемитизм никто не отменял на тот момент. Так вот, Бельский, после того, когда уже Барановическая область была освобождена, он своим людям дал, так сказать, указания, чтобы они разошлись. И это очень, кстати, многих спасло, потому что потом пошли проверки НКВД. Но проверяли там часто и густо, конечно, особисты работали, партизан, да. Были отряды, которые, в общем, были распущены. Вот эти партизаны после войны, я имею в виду, ну, начнем с руководителей партизанских отрядов. Они после войны где продолжали-то свою службу? Все в тех же органах госбезопасности? Ну, если это были как бы чекист, как Ямлютина и Собуров, то, да, Ферсанов, вот, если мы Орловский регион берем, ну, Собуров, Украина. Значит, Собуров даже дослужился до начальника главного управления пожарной охраны НКВД. Ну, после ЦНАВа продолжал службу в центральном аппарате НКВД. Ну, после смерти Берии их участь была печальная. Всех подставали в отставку, да? ЦНАВу расстреляли, значит, ну, Собуров был снят, да, по этим всем нехорошим основаниям, скажем так. То есть, те, которые занимали более-менее видные посты, они же все были Бериевцы. И в глазах уже тогдашней советской власти они себя дискредитировали. И, в общем, да, дальше доживали уже в отставке на пенсии. Кому повезло. Ну, известно просто, вот, и мы сегодня об этом в том числе говорили, мнительность Сталина. Не страшно ему было, что вот у него на территории страны живут, в общем, профессионалы подпольной борьбы, причем это новое поколение. Это не какие-то там революционеры, скрывавшиеся от царских жандармов, где-то там в лодке на реке. А это профессионалы, которые могут пустить поезд под откос, устроить теракт, ликвидировать там, я не знаю, какого-нибудь крупного руководителя города. Значит, ну, действительно, наверное, такие опасения были, кроме того, они имели под собой основания, ведь, значит, отряды, так называемые «банды зеленые», да, то есть партизаны, которые уже после войны речь идет, действовали же не только на Украине, там, или лесные братья в Прибалтике, там, борьба отошла, как известно, до 50-х годов, так сказать, были случаи, что и вот на той же Брянщине, значит, до конца 40-х годов, по сути, какие-то вот проявления имели место. А вот этих ветеранов партизанского движения, их не пытались использовать непосредственно для противодействия, ну, тем же, там, я не знаю, лесным братьям в Прибалтике, АУНУПа на западную Украину, поскольку ведь у них-то был опыт именно вот выживания в этой экстремальной... Черкеистов-то совершенно точно использовали, совершенно точно, разумеется. Ну, кроме того, они уже продолжали службу. А рядовой состав вот именно? Рядовой партизанский состав. Но он влился в основном в действующую армию, которая... Не, имеется после войны. после войны. Ну, некоторые продолжали службу. Рядовые же солдаты, они же не теоретики партизанской войны, они, ну, тут... Ну, они исполнители, причем не самые плохие, ведь. Ну, да. Они продолжали службу, многие вот... Нет, многие же продолжали службу, да, в том числе в войсках НКВД, которые, так сказать, были привлечены к этим операциям. То есть, были такие случаи. Последний вопрос, который я успею задать в программе, он, к огромнейшему моему сожалению, будет в очередной раз риторическим. Сколько еще потребуется лет, чтобы написать подлинную историю партизанского движения в Советском Союзе? Именно в годы Великой Отечественной войны. Если это вообще возможная работа... Ну, возможно, все, все возможно, ну, скорее всего, после того, когда Великая Отечественная война перестанет быть в России вообще основой всего. Потому что на данный момент, ну, хорошо это или плохо, это второй вопрос. Вся идеология за неимением таковой официально, да, сводится к тому, что Великая Отечественная война это наше все. Пока ситуация в этом плане не изменится, объективные картины мы не получим. Партизанам тоже закрыты? Есть есть фонды, которые до сих пор закрыты? Есть фонды, да, которые закрыты. А что с такого-то скрывать, ну, о деятельности партизан? Ну, есть фонды Иргаспи, да, которые, так, за главным преступлением партизанские формирования, они закрыты. И надо полагать, что там тоже немало случаев перечисленных. Если бы был бы 1-2, уже бы, наверное, на волне перестройки, гласности и ускорения уже бы давно бы рассказали. Война есть, война тут. Мы можем здесь судить, допустим, даже вот по тому, что сейчас делается в Белоруссии. Там архивы, не то чтобы все открыты, но определенная часть архивов открыта. И там уже приводится достаточно, немало случаев, когда и статьи выходят, в которых... Там архивы открыты, более объективная картина как бы складывается. Есть и историки. Это парадокс, потому что все привыкли считать режим Лукашенко такой постсоветским. Но вот в плане истории тут можно только поаплодировать и нам еще до той ситуации, что складывается, сложилось сейчас в историографии Белоруссии в отношении Великой Отечественной войны еще очень-очень долго. Ну, будем надеяться, что рано или поздно мы эту дистанцию пройдем. Господа, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Мы с нетерпением ждем ваших новых книг, в том числе о партизанах. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» были два известных российских военных историка Дмитрий Жуков и Иван Ковтун. Беседовали мы о советских партизанах в годы Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его тень.